Появилась информация о том, что уже осенью 2024 года начнут выдавать призывникам электронные повестки и будут их ставить на воинский учёт без явки в военкомат. Все происходит онлайн и говорят о том, что главная новация, что повестка считается врученной с момента появления её в этом электронном реестре и после этого призывник не может покидать пределы страны. То есть у некоторых граждан РФ ещё есть время до осени 2024 года. Я только что разговаривала со своим коллегой из мемориала, это Сергей Кривенко, он главный специалист в мемориале и вообще в России в правозащите, это глава движения гражданин армии общества. И мы с ним как раз это обсуждали. Он говорит, что всё это, конечно, очень интересно, всё это готовилось довольно давно. Но проблема в том, что сейчас, сейчас, вот прямо сейчас российские военкоматы, они абсолютно некомпьютеризированы. То есть там, да, там стоят компьютеры и даже какая-нибудь секретарша может что-нибудь подойти, что-нибудь там напечатать. Но они не объединены в одну сеть, они не соединены с какими-то другими государственными сетями. И учёт призывников, например, и военнообязанных продолжает идти вручную, как в советское время. Никто не переучился, никто ничего. Сказано купить компьютеры? Купили. Поэтому, конечно, электронные повестки осенью начнут приходить. Но я думаю, что и военкомы, и призывники могут на них особого внимания не обращать. То есть если кому-то надо прикопаться, прикопаются с электронной повесткой. А так будут искать, конечно, по старинке. Поэтому вот эти все обрецания оружиями, это, конечно, интересно, но пока бесполезно. И то же самое в Паддам. Сейчас налоговая объявила охоту, российская налоговая, за россиян, которые имеют ВНЖ. Потому что с начала войны перестал действовать обмен информацией. И между банками, где ищута россиян, и у нас уехало больше миллиона. И они только сейчас это сообразили, что больше не будет информации. А россияне скажите сами про это. С чего? С чего вдруг? Все. Страна, конечно, вот эта великая айтишная страна, где у Грефа главы Сбербанка кругом сплошной искусственный интеллект, все такое, он, конечно, только в воображении Германа Грефа, больше нигде. По поводу мобилизации. Допускаете ли вы, что после окончания так называемых президентских выборов в России, которые пройдут в марте 2024 года, таки Путин сможет существенно активизировать эту мобилизацию и, возможно, объявить даже всеобщую? Ну, вы знаете, да, как ни странно, да. Ничто не мешает ему и сейчас объявить всеобщую мобилизацию. И на выборах это не скажется, поскольку электората избирателей в России нет. Вообще нет, как для одного человека. Потому что нет выборов, нет электориев. Я бы на самом деле, если честно, не вздала бы от Путина логики, что после выборов можно объявить мобилизацию. А до выборов-то почему нельзя? Это будет духом подъемно. Объявить мобилизацию и пойти на Киев. Он же хочет пойти на Киев. Ну, давайте скажем честно. Мы же понимаем, что он очень хочет пойти на Киев. Он очень хочет взять Харьков. Без мобилизации ему не обойтись. Украина сейчас в очень сложном положении. Он об этом прекрасно знает. В Украине тоже готовится к объявлять мобилизацию. Мы понимаем прекрасно, что соотношение россиян и украинцев на фронте, россиян больше физически в два с половиной раза. И задержки с поставкой западных вооружений и вообще западной помощи очень существенно ослабляют Украину. Я думаю, что Путин этим может воспользоваться. И пойти на Киев, на Киев, на Харьков до выборов. До выборов. Это такая, мне кажется, очень западная политологическая штучка. То есть было бы логично политику до выборов не делать непопулярных шагов. Но это другая логика. Здесь другая логика. В логике Путина этот шаг популярный. В логике Путина сейчас самое время идти на Харьков и на Киев. К сожалению. К сожалению. И поэтому, конечно, в принципе, беспокойство, я думаю, всех нормальных людей. Ситуация с помощью Украине, она такая, она не дежурная, не гуманитарная. Все понимают, что вот эта крыса, сейчас сидящая в углу, она атакует в любую секунду. Она крыса.